сейчас я покажу одну из простых мобилизационных техник на грудном отделе это мягкая техника которая позволит естественно улучшить состояние в случае когда у нас есть синдром т4 или есть боль же не менее между лопаток или есть сочетанные признаки то есть одновременно и головная боль и а не менее руки жжение кистей и так далее все это может быть как раз причиной проблем в грудном отделе и все мы стремимся скажем так больше согнуться вперед благодаря привычному какому-то положению за рабочим местом естественно наш сутулась только нарастает с годами поэтому конечно же с грудным отделом как правило мы прорабатываем всегда в разгибание то есть больше в экстензию и один из мягких вариантов которые могут подойти и молодым пациенткам и пожилым за исключением только высокого риска с наличием остеопороза то есть с риск высоким риском патологических переломов всем остальным эта техника будет показана мягко плавно прорабатываем грудной отдел для того чтобы улучшить мобильность грудного отдела больше техник разберем с вами на курсе мобилизации и так данная техника называется техника скручивания какая моя основная задача я располагаю свои руки скрестно на области фасеточных суставов грудного отдела и дальше моя задача расположиться над областью мобилизации как будто бы я одет в галстук и грудная клетка ровно над грудным отделом и в этом положении я буду совершать вращение либо в сторону ног либо в сторону головы это зависит от того куда смотрит ваша дальняя рука в данном случае у меня левая рука является дальней она смотрит в сторону бедра значит и поворачиваться я буду в сторону бедра когда вы заняли положение над грудной клеткой то вам не нужно добавлять какого-то воздействия руками вы на прямых руках уже за счет своего тела осуществляйте компрессию и вам остается только повернуть свой корпус и одномоментно создать давление на грудной отдел и вы почувствуете как грудной отдел мягко проминается под вашим давлением эта техника может быть использована как на нижнем среднем так и на верхнем грудном отделе то есть это общая мобилизационная техника главное всегда не теряйте свое положение не давите руками вам всегда нужно занять положение правильно и осуществлять только компрессию за счет тела и вот так проходите она эта техника может быть использована в самом начале может быть пред техникой перед так называемыми трастовыми манипуляциями поэтому этот вариант очень эффективен кроме того естественно когда мы не можем использовать какие-то манипуляционные техники ввиду уже допустим что пациент пожилой то данный вариант мягко плавно позволит прорабатывать грудной отдел и вам вам вам